МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 часов столицы. Это новости на телеканале Хабар 24. Меня зовут Асельша Ахмед. Здравствуйте. Касымжо Мартукаев поздравил жителей страны с Днем Независимости. Глава государства отметил, что 16 декабря 1991 года началась новая эпоха в истории Казахстана. Открылись небывалые возможности для прогресса. Республика обрела международное признание, построила эффективную систему управления и сильную экономику, написал президент на своей странице в Твиттер. Сегодня казахстанцы отмечают День Независимости, главный национальный праздник. Ровно 28 лет назад страна объявила себя суверенным государством. Началась новая эпоха. Первые стратегически важные решения принимались тогда еще в Алма-Ате. Поэтому южную столицу по праву называют колыбелью независимости. А многие здания города молчаливо хранят все то, что происходило за их стенами в начале 90-х. Моя коллега Гульбану Жумабай заглянула туда, куда раньше входили первые лица государства, и буквально прикоснулась к истории. 16 декабря 1991 года, как и сегодня, в 2019 году пришелся на понедельник. Вот в эти двери вошли члены Верховного Совета, чтобы стать свидетелями подписания судьбоносного документа. К строительству Дома правительства Казахской ССР приступили в конце 30-х годов прошлого века. Однако свои коррективы внесла война и завершились работы лишь 20 лет спустя. В стенах этого здания почти три десятилетия назад было принято важнейшее для страны решение. Первые заглавные буквы уже независимого Казахстана будут написаны в этом круглом зале. Именно отсюда собравшиеся наблюдали, как вершится история. Время половины пятого, документ только подписан, в зале царит атмосфера единого эмоционального порыва. Исторические мгновения. Вот он итог многолетних стараний и переживаний. С момента, когда были сделаны эти редкие снимки, пройдут десятилетия. Издание из административного преобразуют в технический университет. Позже объект занесут в список государственного наследия и либо ремонт, даже лампочку заменить можно будет лишь после согласования с властями. Восстановили все инженерные сети. Мы поняли, как в советское время, много лет назад, все это моделировалось, как конструировалось. Это достаточно сложные системы воздухообмена, отопления и так далее. Наши студенты гордятся тем, что они работают и учатся в этом здании, стены которого пропитаны историей нашей страны. Несмотря на сохранившиеся элементы советского декора, красные ковровые дорожки, оконные замки сталинских времен, зал не обошли стороной современной технологии. Здесь прогрессивная аудиосистема, а прямо на куполе солнечные батареи, которые питают все эти лампы и светильники. Как и о любом строении такого масштаба, о доме правительства ходили легенды, мол, в подвалах есть подземные переходы, которые ведут в разные районы Алматы. Конечно, тайных туннелей мы здесь не нашли, но на интересные помещения все же наткнулись. Это бывший бункер, который служил бомбоубежищем для высокопоставленных ветвей. Теперь за этими решетками склад, где пылятся ушедшие в эпоху вещи. Приходилось ли вообще когда-нибудь использовать бункер по назначению, неизвестно. К слову, находится некогда секретное убежище прямо под залом независимости. Но не только здание нынешнего университета, но и весь Алматы пропитан историей суверенного Казахстана. В конце декабря 1991 года в бывшей столице будет подписан еще один важный протокол. Уже казахстанцы, уже не граждане Советского Союза, вступили в Новый год в совершенно новом качестве. Понятное дело, что мы были полны и надежд, и опасений. Это было совершенно нормально. Для того, чтобы избежать краха экономики, мы должны были сохранить хотя бы в минимальном объеме те административно-коммуникационные связи, которые мы наработали. Предстояла большая работа – заложить фундамент новой страны в условиях хаоса и неопределенности. Тогда Нарсултан Назарбаев предлагает собраться главам 11 бывших союзных республик. Сейчас, накануне перехода на рыночную экономику, нам надо быть вместе. Сначала содружество, а затем, может быть, что-то более реальное. И ведь именно Алматинская декларация станет точкой отчета для бывших советских республик, государств, решивших обрести суверенитет. Когда было создано СНГ, эта организация не интегрирована, не для интеграции, а именно, чтобы по-хорошему разойтись. Поэтому то, что мы так вышли из Советского Союза без крови, без насилия, это во многом заслуга лидеров республик бывшего СССР, в том числе нашего президента. Спустя 6 лет в декабре в этом круглом зале снова примут очень важные для страны решения. Но, как выяснилось, для подобных реформ государственного масштаба в последний раз. Здесь первый президент Казахстана заявит о переносе столицы. А уже летом 2019 года Наржултан Назарбаев заложит у здания университета капсулу времени. Вскрыть послание Ельбасы казахстанцы смогут только в 2049 году. Задержка зарплаты, пенсия, иногда и полное их отсутствие. Банкротство предприятий, как следствие, 2 миллиона безработных. На долю казахстанцев первые годы независимости выпало немало испытаний. Чтобы вывести страну из застоя на стабильный путь развития, принимали судьбоносные решения. О некоторых из них в материале Морала Манжоловой. Первый полет на околоземную орбиту в истории независимого Казахстана и сразу же выход в открытый космос. Долхат Мусабаев тогда провел за пределами корабля больше 11 часов. Каждая минута – риск для жизни. Когда мы пролетали над очередным НИПом, наземно-измерительный комплекс, по-моему, в районе Уссурийска, мы выходим на связь, вот лично я, с центром управления полета, а связи нет. То оказалось, что нам говорят, вы только это не говорите, по закрытой связи нам говорят, что, значит, в Уссурийске трактором зацепили этот, как его, кабель, питающий наземно-измерительный комплекс, да, значит, комплекс управления, и выдрали кабель, чтобы его продать. Вот такие времена были. А мы летали в космосе, творили чудеса. О покорении космоса тогда в Казахстане мало кто думал. В 90-е люди на Земле месяцами не получали заработные платы и пенсии. В больницах не было ни лекарств, медицинских инструментов, простейшего оборудования. Пациенты ютились в 10 местных холодных палатах. Ситуацию в медицине удалось стабилизировать ближе к 2000-м. Мы первая клиника вообще в независимом Казахстане, которую президент страны объявил первой стройкой в медицине. Я стоял у истоков тогда. И, конечно, это было очень тяжело. Сегодняшняя наша отечественная медицина в разы ушла как по материально-техническому снабжению, так и по технологиям. Мы сегодня абсолютно не отстаем практически от самых передовых медицинских клиник любого полушария. Врачи вынуждены были уходить в сферу торговли, а вот некоторые спортсмены в криминал. Это сейчас. За победу они получают баснословные гонорары. Раньше и на еду денег не было. Но, несмотря на самые жесткие условия, спортсмены тогда показывали феноменальные результаты. Зарплаты были маленькие. И на что, я помню, их хватало, так это на то, чтобы пойти и на зеленом базаре купить там какие-то сухофрукты, какие-то там овощи, фрукты для того, чтобы немножко как бы так витаминизировать свой организм в период вот таких как бы изнурительных тренировок. Питались в обычное столовое, и то один раз в день. И как спортсмену, мне и моим товарищам по команде было всего достаточно. Потому что близость спортивного зала, квалифицированные специалисты и, самое главное, возможность выезжать на какие-то совместные сборы. Сегодня Казахстану удалось добиться значительного прогресса. Не только в спорте, медицине или покорении космоса. ВВП с 11 миллиардов долларов вырос до 170. Уровень бедности снизился в 10 раз. А главные символы 90-х – очереди в магазинах, задержки выплат и зарплат и колоссальная инфляция – остались лишь в воспоминаниях. Марала Манжолова, Хабар, 24. Карагандинская область считается индустриальным локомотивом страны. И потому вклад региона в экономическую независимость Казахстана всегда весомый. В этом году в регион привлекли рекордное количество инвестиций. Куда их вложили, знает наш корреспондент Юлана Чаус. Стоит отметить, что этот год для Карагандинской области начался непросто. Из-за серьезной аварии спад производства наблюдался на крупнейшем предприятии региона – Тимиртаусском металлургическом комбинате. Но на сегодня все проблемы решены и объемы производства наверстаны. А за счет открытия новых предприятий удалось даже превысить прошлогодние показатели. И на сегодня объем промышленного производства составил 104%. При этом абсолютный рекорд бьют цифры инвестиционных вложений. За год в экономику региона вложено свыше 700 миллиардов тенге. Это почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. При этом половина из них – иностранные инвестиции. У нас традиционные сферы металлургии, горно-металлургические комплексы – это новые месторождения, это новые металлургические заводы, расширение мощностей, новые проекты инвесторов, которые уже работают. Один из самых крупнейших объектов – это, наверное, ферросилипсий завод, да, новейший завод. То есть в истории Казахстана таких заводов немного, когда с нуля строятся заводы такого масштаба. Это солнечные электростанции. За год в регионе построили три солнечные электростанции. И этим сломали все стереотипы о том, что ловить солнце можно только на юге. Сейчас Карагандинская область производит почти половину зеленой энергетики страны. Еще одна сфера, в которой Карагандинскова традиционно сильна – медицина. Этот год для карагандинских медиков стал особенным. И прежде всего это связано с тем, что в регионе в пилотном режиме была запущена программа обязательного социального медицинского страхования. Экспериментальный запуск программы со своими задачами справился. Были выявлены и отлажены сложные моменты ОСМС. Так что с 1 января остальным регионам страны будет уже легче внедрять страхование. В этом году мы хорошо поработали в рамках государственного частного партнерства. Был открыт ряд объектов – поликлиники, реабилитационные центры. Основной упор был сделан на поликлинике, потому что это основное звено, центральное звено любой системы здравоохранения. Открытый ряд поликлиник в Караганде, открытый ряд поликлиник, которые завершают строительство поликлиники в Тимиртау. Отдельным важным вопросом стало привлечение молодых кадров. Для этого немало усилий было приложено на обеспечение медиков служебным жильем. Массовое новоселье. Весь год медики отмечали сразу в целом ряде городов-спутников. И теперь регион один из тех, где меньше всего вакансий имеет работников. Еще одним достижением Карагандинской области в этом году стало открытие 9 тысяч новых субъектов среднего и малого бизнеса. Сейчас в этой сфере задействовано около 200 тысяч человек. А доля в экономике региона составила уже 20%. Илон Чаус, Василий Савкин, Хабар-24, Караганда. Октубец стал четвертым по численности населения городом-республики, опередив по данному показателю Караганду. В настоящее время в областном центре проживает почти полмиллиона человек. В основном прирост обеспечивается за счет рождаемости. В регионе наблюдается настоящий бэби-бум. Поэтому не исключено, что в перспективе город станет миллионником. В этом перинатальном центре в сутки на свет появляются 20 малышей. В последнее время отмечают врачи семьи. Все чаще решаются на рождение четвертого и даже пятого ребенка. 33-летнюю Индиру Осирбай с маленьким октаном дома ждут супруг и трое старших детей. Счастливая мама говорит, что теперь приятных хлопот прибавится. Желаю, чтобы демография росла, рожали побольше. Чем много детей, тем лучше и хорошо. Самое главное, чтобы здоровых, доношенных. Вообще идет тенденция к росту родов. Причем молодые рожают. Видимо, наверное, может быть, население увеличилось. Плюс, наверное, социальный фактор сыграл роль. Какие-то пособия выдают детям. Все это увеличивает демографию. То, что население областного центра растет, главным образом за счет увеличения рождаемости, подтверждают и в департаменте статистики. А вот показатели миграции пока не в пользу Ак-Тубе. В этом году в город переехали почти 28 тысяч человек. Выехали больше 30 тысяч. Для постоянного места жительства актюбинцы чаще выбирают Россию и Беларусь. Едут также в Китай, Германию и Латвию. Население города Ак-Тубе на 1 октября составило 497 381 человек. За 9 месяцев родились в 2019 году 9 184 человек. А за 9 месяцев 2018 года родились 8 321 человек. Рост на 10,4%. Миграционная сальда отрицательная. Но даже несмотря на миграцию, по прогнозам экспертов, число жителей областного центра уже в следующем году превысит 500 тысяч человек. И растущее население необходимо будет обеспечить и жильем, и работой. Сейчас, по официальным данным, в городе чуть больше двух тысяч безработных. В то же время региону нужны врачи, учителя, водители, слесари и токари. В этом году в области запустят 25 промышленных объектов стоимостью 140 миллиардов тенге. Потому проблем с вакансиями быть не должно, говорят специалисты. В соответствии с планами на текущий год мы должны были создать в городе 11 тысяч постоянных рабочих мест. На сегодняшний день создано 10 900. Также в течение года, согласно комплексному плану, мы должны были трудоустроить 16 тысяч человек. Сейчас трудоустроено 14 588. До конца года план выполним на 100%. В лидерах регионы по темпам жилищного строительства до конца года в области ведут в эксплуатацию не менее 1 миллиона квадратов. Большая часть домов строится в областном центре. В основном это коммерческое жилье. Однако предпринимаются меры и для сокращения числа очередников, претендующих на получение квартир из госфонда. Для них возводят арендное и кредитное жилье. В этом году планируем сдать 21 объект. Это трехэтажные дома, построенные за счет бюджетных средств. Также в августе текущего года сдали в эксплуатацию две девятиэтажки. До конца года закончится строительство еще двух девятиэтажных домов. В целом в этом году будут сданы в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров. В этом году для очередников сдали более полутора тысяч квартир. Это на 18% больше, чем в прошлом. И строительство домов за счет бюджетных средств планируют продолжить. В новых микрорайонах возведут 6 трехэтажных и 4 девятиэтажных дома. Наталья Салькова, Анадин Молдобеков, Октубе, Хабар-24. Новые спортивные комплексы ко дню независимости презентовали в приоралии. Подарки к празднику получили жители двух сел Женокурганского района. Социальные объекты возвели меньше, чем за год в рамках государственно-частного партнерства. В каждом из них смогут одновременно заниматься до 300 человек. Уже ведется набор в секции по самбо, борьбе, таэквондо и волейболу. К слову, расширению спортивной инфраструктуры область уделяет огромное внимание. Только за последние два года в регионе сдали в эксплуатацию 16 спортивных сооружений. В следующем планируется начать строительство еще 12. В 2019 году управление спортом стало лучшим управлением спортом по республике. В 2020 году, вы все знаете, летние Олимпийские игры в Токио. Будем готовиться. Пока лицензия по борьбе, вольной борьбе есть. Мы будем рассчитывать на 15 лицензий, но мы будем дальше работать. Продолжаем выпуск. МИД Германии поздравляет казахстанцев с Днем независимости. В 1991 году ФРГ одной из первых признала суверенитет нашей республики. С тех пор страны поддерживают тесные партнерские отношения и активно сотрудничают в самых разных сферах. От образования до возобновляемой энергии. Во внешнеполитическом ведомстве считают, Казахстан ключевым торгово-экономическим партнером в регионе. От имени правительства Германии сердечно поздравляю народ Казахстана с главным национальным праздником. Казахстан наш крупнейший экономический партнер в Центральной Азии. Для наших двусторонних отношений этот год был очень интересным и насыщенным. Состоялся визит президента Тукаева в ФРГ. Было подписано много документов и достигнуты договоренности как с бизнесменами, так и с министерствами. Этот визит означает, что сотрудничество между Казахстаном и Германией будет углубляться, и, конечно, он послужит усилению наших экономических связей. Я очень рад, что Казахстан так развивается. Я желаю вам процветания и чтобы ваша страна и далее динамично развивалась. Я желаю вам процветать. В Канне всегда развивается флагшток с небесно-голубым флагом. Я велопутешественник из Казахстана. Проехал от Аляски через Канаду. Вот сейчас я нахожусь уже в Америке, во второй половине этой Америки вообще. И, в общем, хотелось бы здесь, отсюда поздравить вас с Днем Независимости, пожелать всех благ, всех земных и неземных благ, чтобы в нашем Казахстане было только мир, спокойствие, благополучие, и чтобы в каждом доме были улыбки, радость, счастье. Ну и надеетесь на хорошее. А сейчас смотрите специальный проект телеканала «Хабар-24» «История в лицах». Гость студии, председатель Центрального совета ветеранов Бакты Кожайзмухамбетов расскажет о развитии нефтегазовой отрасли. К концу 80-х и в начале 90-х годов значительно сократилось, а потом вообще перестало поступать в валюты. Да, были люди, которые не совсем поддерживали это, считали, что зачем нам делиться со своим богатством. Существует ли это противостояние? Видите ли вы борьбу за технологии, за цены? Безусловно, безусловно. И пока это все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok